друзья всем добрый день следующим этапом после установки мотора на нашу 6 cross rc gt4 это настройка собственно электроники настройка этого мотора чтобы он корректно работал без сбоев глюков и всего остального первым делом что мы сделаем это сделаем калибровку мотора то есть познакомим аппаратуру с нашей новой электроникой буду делать пошагово и рассказывать итак включаем питание включаем аппаратуру и удерживаем кнопку включения электроники до момента когда она загорится красным ну где-то 45 секунд она начала мигать и издает вот такой сигнал сейчас не трогая педаль газа нажимаем один раз теперь курок акселератора выводим максимальное положение вперед слышим два сигнала выводим его в движение назад и нажимаем кнопку еще раз три сигнала и отпускаем все калибровка окончена нужно выключить включить и мы можем проверить все давлю вперед давлю назад плавность вы видите все калибровка окончена это первый этап он самый не сложный но очень необходимый теперь далее будем делать настройку с помощью карты программирования смотрите эта карта программирования использовалась от коллекторного хобби винга но в комплекте с фьюженом шла вот такая наклеечка они написаны все параметры не ориентируемся ну то есть условно говоря производителям задумано что вы вот так приклеите наклейку и спокойно настраивая нужные параметры пользуйтесь этой таблицей что делаем отключаем питание здесь вот в кнопке включения есть такая резиновый оплотнитель его вытаскиваем соблюдая полярность здесь она подписана и здесь она тоже подписана подключаем карту программирования кнопки включаем устройство смотрите кто совсем не знаком с карты расскажу что здесь в первом большом окошке указываются параметр который вы выставляете во втором окошке выставляется значение которое у нас есть я использовал инструкцию на английском языке смотрел различные видео тоже как это делают настраивают на английском языке в каких-то видео просто показывают параметры какие они поставили не объясняя что это и как в каких-то видео есть более детально но из-за того что есть сложности перевода это технические термины не везде это понятно давайте пойдем по пунктам если у вас перед вами есть эта бумажка вы собственно и видите первый пункт running mode это собственно режим который выбирается режим движения вот смотрите пункт один движение вперед и движение назад по большому счету вам нужен если вы ставите ваш фьюжен на crawler на трофе ползать и все остальное вам нужен только этот режим потому что этот режим означает что вы когда нажимаете на газ машина едет вперед когда нажимаете назад машина едет назад нет момента стопа все остальные режимы вот если вы выберете смотрите вот как я и говорил это мы выбираем режим 1 а это значение если мы выберем второй режим здесь вот форвард реверс брейк это значит вперед назад тормоз то есть вы когда нажимаете на педаль газа ваша машина едет и вы не можете переведя курок аппаратуры назад машина не поедет она сначала остановится для трофе это неприемлемо ну и неудобно пользоваться поэтому первое значение мы делаем значение 1 выбираем пункт 1 второе смотрим какой липо аккумулятор вы используете значение 1 это автомат значение 2 это вы всегда используете 2s значение 3 это вы всегда используете 3s я всегда на своей трофе использую 2s поэтому я поставил значение 2 здесь все логично и понятно еще момент когда вы выбираете пункты для того чтобы подтвердить и устройство запомнила нужно нажимать ok вот я менял нажал ok все супер следующий пункт номер три это вольтаж который вы выбираете когда срабатывает защита то есть вы катаете батарея у вас падает есть три три значения по большому счету первое это выключена защита второе это при низком напряжение то есть у вас аккумулятор разряжается например по банке с 4 там 42 она падает там три с половиной 32 33 это довольно опасно вы если очень сильно разряете аккумулятор его потом сложно будет зарядить и он может выйти из строя здесь тоже три значения low medium и high пункты соответственно 1 2 3 и 4 я выбираю третье значение это где-то в районе 33 вольта примерно то есть у вас аккумулятор разряжается до этого значения у вас срабатывает защита это нормально на самом деле за сколько времени я использую трофе такого значения сложно убить аккумулятор если у вас электроника нормально работает следующий пункт 4 это вот как раз связано с температурой этой защита по температуре перегрев тут два пункта всего я выбираю самый низкий вот 105 градусов цельсия это первый пункт и 125 градусов цельсия ну хочется чтобы мотор долго работал поэтому защиту ставлю до 105 градусов он потом начнет издавать сигнал насколько я помню так все применяем следующий пункт это пункт мотор rotation два значения он обозначает какую сторону вращается мотор по часовой стрелке либо против часовой стрелки смотрите у меня стоит пункт два вообще изначально по умолчанию стоит пункт один в базовых настройках когда вы подключаете устройство но я после калибровки вот после той процедуры которую вам показал когда делаю у меня меняется местами реверс и движение вперед то есть я давлю вперед он едет назад я не меняю его аппаратура это можно сделать но почему-то не рекомендуют не нашел я почему все покажу вот это вот кнопочка на моей аппаратуре конкретно это шла с cross rc довольно стандартная шестиканальная можно поставить здесь вот реверс и и будет двигаться нормально но лучше поменять это здесь ставим значение все машин начинает ехать так как нужно следующий пункт 6 напряжение бека ну соответственно какое напряжение 6 вольт либо 74 смотрите здесь рекомендация 1 если у вас приемник серво свет другие сервы на 7 и 4 вольт и вы можете поставить проблем никаких нет они будут серва будет чуть быстрее чуть мощнее свет будет немножко ярче гореть то есть все окей но у меня в данном случае серва 7 и 4 вольта а вот маленькие которые стоят стоковые они скорее всего 6 вольтовые приемник у меня от 4 8 до 10 вольт поэтому я ставлю первое значение и ну как бы так должно быть никакого перегрева то есть если вы подадите больше напряжения скорее всего все выдержит но лучше не рисковать поэтому нет смысла следующий пункт 7 а вот здесь начинается самое интересное и больше всего непонятное drag break force как если вы будете это просто переводить дословно то это тормозная сила сопротивления нифига не понятно если говорить русским языком объясню прямо насколько это получится вот вы въезжаете в горку на склоне и отпускаете переводите акселератор в нейтральное положение вот эта сила то есть мотор начинает тормозить он понимает что машина стоит под наклоном идет нагрузка и он начинает тормозить чтобы ваш автомобиль не скатывался назад какое значение здесь значение много от 1 до 9 1 это вообще выключено то есть вы отпустили она просто скатится а дальше идет то самое усилие с которым ваш автомобиль может выдерживать этот наклон ну представьте то же самое что вы на обычном автомобиле заехали в горку и встали на ручник и вот то усилие да с каким ручник держит это обозначает вот это значение у меня стоит цифра шесть то есть это просто эмпирическим путем во первых по моему если я не ошибаюсь то и в базовых настройках там по моему стоит шестерка этого достаточно на больших склонах ты отпускаешь газ машина не скатывается это меня устраивает для чего нужен этот режим некоторым нравится что было более реалистично и когда машина заезжает в горку они оставляют газ она немножко откатывается назад как будто как настоящий автомобиль но когда ты хочешь участвовать соревнованиях или тебе просто хочется куда-то забраться эта функция не всегда ну работает свою пользу поэтому вот я вышел выбрал значение которое чуть больше середины то здесь восьмое значение самое максимальная выбор 6 просто попробовал меня это устраивает наверное вам тоже рекомендую если вы хотите что машина откаталась немножко назад поставьте значение 34 что-нибудь такое поехали дальше восьмой пункт drag break rate это тоже такая интересная штука если перевести и вообще как это работает то это то как быстрая система контроля скорости применяет торможение ну то есть скорость торможения когда вы давили на газ а потом отпустили курок то как быстро система отреагирует то есть у вас какой-то еще накат может быть либо на мгновенно заблокирует колеса здесь вот тоже очень важный момент потому что ну кому то надо чтобы быстро например машина как колом останавливаться вы ехали ехали с какой-то передачи отпустили она может маленько прокатиться может резко остановиться я выбрал тоже здесь среднее значение значение здесь от 1 до 9 я выбрал 5 ну меня это устраивает здесь разные факторы складываются вплоть до того что все равно когда вы быстро бросаете газ это все равно нагрузка идет на узлы на механические на шестеренки на все остальное это для тех наверно кто любит погонять поэтому я выбрал значение 5 она средняя но меня устраивает следующая макс реверс форс здесь четыре положения она в процентах указана знаю если увидите 25 50 75 100 процентов это когда вы давите курок ехать назад с какой скоростью машина двигается кому то не нужно то есть четверка обозначает сто процентов то есть вы нажали на газ она едет с полной мощностью нажали назад она едет назад с той же скоростью с той же мощностью кому то не нужно кто-то любит ехать назад чуть медленнее ну тоже как будто более реалистично мне надо чтобы мощность назад было стопроцентное поэтому значение здесь такое и так 10 макс брейк форс вот это вообще магия чудесная дословно переводится как максимальная сила тормозов я попробовал поэкспериментировал ставил она в процентах здесь вот указано сейчас покажу в процентах указано от 10 до 100 процентов у меня стоит пункт 6 это 60 процентов если честно я и пробовал и ставить единичку и и девятый режим большой разницы я не заметил то есть какое усилие видимо прикладывается при торможении поставил значение которое было изначально в стоке то есть как было производителем не нашел никакой разницы не почувствовал либо в каких-то режимах это происходит я даже не могу это толком объяснить потому что физически не понимаю как в чем отличие между первым и вторым то ли усилия которое она применяет видимо она может схватывать тормоза очень быстро либо может как-то это делать более плавно опять же тоже сохраняя механические элементы но я вот среднее значение я думаю вполне вполне нормально одиннадцатый пункт это скорость снижение оборотов получается от максимума к минимуму ну это тоже такая величина то есть когда вы бросаете газ здесь вот видимо есть замедление плавность замедления у меня стоит единичка вот здесь значение от 1 до 9 тоже если вы хотите сделать движение автомобиля плавным то есть вот здесь именно именно как машина сбрасывает газ вот представьте едете на автомобиле отпускаете газ да то есть она по инерции начинает как-то вот катиться здесь это значение то же самое я поставил самое мягкое для того чтобы был какой-то ну пост накат скажем так тоже из соображений сберечь механические элементы коробку мосты все что угодно поэтому здесь значение единичка замечательно она справляется никаких проблем выше даже даже наверное не нужно двенадцатый пункт punch переводится как удар здесь смысл такой пунктов тоже от 1 до 9 смотрите едете на машине плавно вдруг решили показать давите на полную и вот в этот момент вот этот удар тот самый то есть то с какой силой условно говоря мотор передает вращение колесам то есть если ставить цифру один я прям экспериментировал вы нажимаете на газ машина знаете вот как как автомобиль со старым двигателем начинает разгоняться и выходит на полную мощность то есть нет удара нет пиковых токов нет большой нагрузки машина медленно разгоняется изначально производитель если я не ошибаюсь ставить пункт пятый или шестой я поставил седьмой почему часто снимаю видео мне нравится ездить это режим газ пол я довольно редко применяю если куда-то нужно запрыгнуть либо я хочу красиво снять как машина едет по песку и вот ей не хватает от этого пикового когда нас место срывается из-под колес летит грязь песок и все остальное и я поставил это значение повыше для того чтобы при нажатии мощность была прям максимальная и сразу но это не последнее значение то что последний здесь 9 я поставил 7 так я делаю только на мягких поверхностях снег песок что-то такое поэтому я не переживаю что у меня что-то сломается и то есть пиковые токи ну и не часто я это использую но этот эффект мне нужен вы можете оставить в базовом значении 5 или 6 который там был это не проблема и последний пункт это тринадцатый natural range смотрите у это нейтральное положение вашего акселератора сейчас скажу в процентах да вот от одного до пяти пунктов 4 процента 6 8 10 и 12 процентов смотрите я так понимаю что у всех аппаратуру разные степени износа собственно механики электроники у них разное и здесь вот вопрос какую область занимает у вас нейтральное положение то есть вы просто говорите электроники вот смотри 8 процентов например вот третий пункт у меня стоит 8 процентов движения это все нейтраль если у вас оборудование новое ну наверное там эта область меньше вы можете этом ее убавить немного то есть это просто удобство может быть она у вас будет чуть более чувствительно то есть вы нажали она выходит из нейтрали и уже поехала я поставил значение 3 это 8 процентов меня это вполне устраивает поэтому здесь никаких проблем нет большому счету все постарался объяснить как понял сам как это все работает все остальные параметры вы сможете во время движения подправить но вот ключевые наверное это что касается торможения что касается газа наверное самые важные поэтому спасибо большое за внимание настраивайте свою аппаратуру катайте на фьюжи не но я уже тестировал пока еще не в полевых условиях едет просто замечательно откалибруйте и наслаждайтесь управлением данным мотором спасибо большое